Добрый вечер, в эфире «Вести» Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крачево-Черкесии сократилось на 19%. Вопросы снижения аварийности, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и состояния дорожной сети обсуждались в рамках очередного заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством председателя правительства Мурата Аргунова. Репортаж Корчебиджиева. На заседании обсуждались вопросы дорожно-транспортных происшествий на дорогах Республики по итогам 10 месяцев текущего года и принимаемых мерах по их снижению. Также говорили о готовности дорожно-эксплуатационных организаций коммунальных служб к содержанию автомобильных дорог в зимний период. Немаловажный вопрос. Проводимая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма Карачаева-Черкесии, с начала нового учебного года в Республике проходит ряд мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и их вовлечения в деятельность отрядов юных инспекторов движения. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко подчеркнула, что организована и продолжается работа по формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Ежегодно при участии родителей для обучающихся с 1 по 4 класса разработаны индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей, так и называются дом, школа, дом, которые размещены в том числе и в дневниках каждого ребенка. Проводят также мероприятия по формированию навыков безопасного поведения на дорогах, в том числе и включая пользование автомобильным, железнодорожным и иным транспортом. С сентября по октябрь 2021 года в школах организован и проведен месячник по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в рамках которого проведены общешкольные классные родительские собрания с участием представителей ГИБДД. В целях проведения дорожно-транспортной профилактической работы по безопасности дорожного движения в 2022 году запланированы курсы повышения квалификации для ответственных педагогических работников и заместителей директоров по безопасности. В следующем году планируют принять участие во всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению, основам безопасности поведения на дорогах и форме юных инспекторов движения». Есть, опять-таки, над чем работать, есть нормы, к чему мы должны стремиться по поручению, так же, как я уже сказал, президента Российской Федерации по оснащению пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Нужно их привести в соответствии с нормами и стандартами. По итогам заседания в республике выполнена работа по благоустройству 810 пешеходных переходов, в том числе 220 переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Карчабиджиев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок от промышленных предприятий на получение субсидий из республиканского бюджета на возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Возмещению подлежат затраты, произведенные с 2020 года на новое оборудование, без сопутствующих расходов и до 20% от стоимости. Общая сумма возмещения может составлять до 10 млн. рублей. Субсидия предоставляется в целях оказания государственной поддержки промышленным предприятиям региона. Заявки и прилагаемые к ним документы для участия в отборе принимаются по адресу Черкеска, улица Калантаевского, 36. Последний день приема – 19 декабря. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 29 510 человек. Из них 25 417 выздоровели, 632 человека госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные туманы, гололед. Ветер северо-западный – 5-10 в метр в секунду. Ночью в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью – минус 2, плюс 3 в горах до 7 градусов мороза, а днем – минус 1, плюс 4, и местами – до минус 5. В Черкесии осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью – минус 1, плюс 1, а днем – 2 градуса выше нуля. Огромный выбор меховых новинок, скидки до 50% и другие выгодные предложения. Это где? Все это на выставке «Меховые традиции». 25 ноября. Карачаевск. Дворец спорта «Олимп». 26 и 27 ноября. Черкесск. ЦРП. Продолжаем выпуск. 75-летний юбилей отметил заслуженный журналист Карачао-Черкесии «Адыгей» наш коллега-руководитель черкесской редакции ГТРК «Карачао-Черкесия» Мусолей Мордасович Шаков. Репортаж за Рима Кардановой. Ораторское искусство и искусство красноярчия является важнейшим звеном культурной традиции адыгов-черкесов. Сладкоречивое мастерство уходит корнями вглубь. Народная риторика – неотъемлемая часть мастерства, который должен обладать в особенности всякий журналист электронных средств массовой информации. Природным даром притягивать к себе внимание слушателя и зрителя в полной мере обладает мэтр региональной журналистики Мусолей Шаков. Я работал вместе с ним долго-долго, пока телевидение не открылось. Он ушел на телевидение, я остался на радио, но все равно он меня забрал в конце. Я здесь вместе с ним работаю, мы соседи. Со всем молодым выпускником факультета журналистики Казахского государственного университета вернулся в родной край Мусолей Шаков. Популярность именитый корреспондент радио и телевидения завоевал сразу и прочно. Как известно, такое почитание не приходит запросто и на пустом месте. Этому предшествует огромный физический и духовный труд ума и сердца. Каждое утро вот уже на протяжении 40 лет пребывания сначала на радио, затем и на ГТРК у Мусоли Мордасовича начинается со свежей корреспонденции. Здесь стал ему примером отец Мордасша Братович Шаков, известный в кругах педагогов Хавельского района своим особым отношением к слову. Старый учитель очень хорошо владел и родным, и русским, увлекался изучением немецкого языка, а также был активным селькором в областной газете, чему и научил своего сына. Словом от такого отца и перенял свою специальность Мусоли Мордасовича, заодно и любовь к книгам, из которых у него набралась завидная библиотека. Понятно, что только у него есть специальная тематическая программа «Книжная полка», являющаяся одной из интеллектуально насыщенных передач о всех издательских новинках про историю и литературу черкесов. Из таких эпизодов и складывается сегодня жизнь на телевидении мастера слова Мусоли Шакова. Судьба журналистов никогда не бывает лёгкой. Она тяжёлая, нудная, вечно в заботах. Без судьбы Карачаева-Черкесии фактически нельзя рассматривать только судьбы народов Карачаева-Черкесии и твоя же судьба. Как же она складывается? Прошла добрая четверть века служения Мусоли Шакова на телевидении. За это время к нему успели привязаться не только телезрители, но и коллеги. Без такого примера верности избранной профессии его сослуживцы и не представляют свою работу на ГТРК. Мусолим Ардасович – это человек, к которому я отношусь с большим восхищением и уважением. И я думаю, мои коллеги тоже будут со мной согласны в этом плане, потому что слова «честь», «совесть», «уважение», «ответственность», «любовь к народу» – это все слова, которые применимы к нашему Мусолиму Ардасовичу. Как известно, наша телекомпания – одна из немногих региональных телевизионных организаций, вещающая на пяти языках народов Карачаева-Черкесии. Писать, говорить, доносить до народа извечное об обычаях и традициях, прийти к чему-то интересному, тонкому, рассказывать историю своей республики, истории родной земли и входить в каждый дом. Ту теплоту, которую мы в своих родных очагах, мы сохраняем, чтобы эту теплоту и доброту мы не носили во все дома. Подводя итог к очередному этапу жизни, Мусолишаков говорит словами поэта. Путь прозрения во времени новом, проложив из родного гнезда, неподдельным искрящимся словом указал, где твоя высота. Высота давно взята, очень важно на ней находиться достойно и крепко, опираясь на опыт и знания, которых у нашего юбиляра, как говорится, хоть отобавляй. Зарей Макарданова, Мухаммеда Шибокова и Максим Долго, Вести, Карачаева-Черкесия. Документальный фильм «Абазинские ножи» занял второе место и получил приз зрительских симпатий всероссийского конкурса «Мы». В нем приняли участие представители 78 регионов России, а также Украины, Белоруссии и Луганской Народной Республики. Общее число присланных работ превысило шесть сотен. Фильм «Абазинские ножи» был снят командой общественного международного объединения «Алашара». О том, как собирался материал, кто является идейным вдохновителем и почему была выбрана тема изготовления ножей, расскажет Альбина Ламкова. Свой первый нож я сделал в шесть лет. У меня дядя занимался, делал ножи по хозяйственной утвари, топоры, тяпки. В фильме «Абазинские ножи» участвовали десять актеров. В работе по воссозданию документального материала включили известных абазинских композиторов, певцов, гармонистов. Специально для фильма была написана песня. Основной фигурой среди героев картины стал Зураб Такушинов. Именно он возродил это дело и обучает этому мастерству людей. Последние годы желающих познать азы в изготовлении ножей много. У каждого ножедела на сегодняшний день очень большая очередь на то, чтобы приобрести этот нож. Это очень актуально. Тем более, сам нож он очень практичный, очень красивый в качестве подарка и в качестве использования его в быту. Еще одним из героев фильма выступил заместитель руководителя обособленного отделения автономной некоммерческой организации «Лошара» в Черкесске Мурат Гедугов. Он и предложил идею для съемок фильма про традиционные ножи народа Абаза. Для него изготовление ножей является любимым хобби и занятием для души. Не было желания вообще заниматься этим видом деятельности. Просто я узнал, что есть такой мастер, Зураб Такушинов, пошел к нему, захотел заказать себе нож, заказал. И в процессе изготовления мы как-то стружились, начали общаться. Он предложил мне свои навыки, сказал, может, я тебя научу, сделаешь себе один нож, а там уже как пойдет. Ну, я подумал, почему бы и нет. Вот, сделал себе один нож, потом второй, третий, и так и пошло. И на сегодняшний день уже третий год, как я занимаюсь этим ремеслом. Благодаря президенту Международного объединения содействия развитию Абадина Абхазского этно-сала-шара председателю Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абадинского конгресса Мусея к Зекову, дело по изготовлению ножей возродилось и сейчас расширяется. Он помогает профессиональным мастерам в приобретении оборудования. Когда Всемирный Абхазо-Абадинский конгресс запустил проект по сохранению, развитию нематериальной культуры Абхазо-Абадинского народа, и вопрос стал о том, что снимать, какой видеоролик снять у нас здесь, в республике, мы сразу поняли, что лучше снять фильм про ножи. Большую часть съемок провели в ауле Эльбурган на ранче Биберкт. Выбранные локации к художественным сценкам фильма, национальные костюмы и хорошая игра актеров помогли лучше ощутить атмосферу того времени, а также наглядно показать ножевое ремесло. Несмотря на то, что сценарий был готов заранее, коррективы вносились в процессе съемок. Работа над фильмом велась около трех месяцев, но это того стоило. Результат всех создателей проекта порадовал. Альбина Ламкова, Русул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Карачаевой-Черкесии Андрей Пархоменко поздравил коллектив ГТРК Карачаева-Черкесия со Всемирным Днем телевидения. Андрей Владимирович поблагодарил всех за сотрудничество и за плодотворную работу по освещению деятельности Росгвардии в регионе и вручил журналистам и телеоператорам благодарственные письма за профессионализм и совместный труд в деле военно-патриотического воспитания личного состава Управления войск Нацгвардии. Особым подарком для телевизионщиков стал праздничный торт от росгвардейцев. То, что вы делаете лично для нас, это очень большое дело, потому что граждане наши, которые живут в нашей республике, они нас так и оценивают. Есть у нас много мероприятий, которые не видно простым людям, которые не знают, что за собой несет. А когда вы уже раскрываете это полностью, действительно люди тогда уже понимают, что вот она Росгвардия, для чего она нужна, и как там люди живут и работают. И после многих репортажей, да, у нас очень много молодых людей стало приходить на службу просить. Поэтому все благодаря вам. Я хотел бы вас поблагодарить. Почему? Потому что когда в вашем лице, ваше управление оно замечает работу наших журналистов, для нас это очень важно. Потому что мы за многими организациями работаем. Но не каждая организация может прийти и поблагодарить за ту работу, которую наши коллеги делают ежедневно. Это все вести. Прямо сейчас продолжение фильма «Стенограмма. Судьба». Субтитры создавал DimaTorzok